Всем привет! Мы сегодня с вами порисуем что-нибудь. Вот этот вот дизайн я все-таки, наверное, вам покажу, потому что он просто вот интересный, да, согласитесь? Так, значит, мне нужна вот такая вот втирочка и вот такое золото. Это все тоже я покупаю вот в одном месте, там где дизайн. Вот такой вот трафаретик. Покупала я этот трафаретик в ТНЛ. И для того, чтобы сделать бриллиантик, давайте создадим какой-то фон. Ипсик черненький. Возьму топик от Космо Профи, финиш без липкого слоя, вот так это выглядит. Ставлю на 20 секунд сушиться. Возьму втирочку типа жук вот такой вот. Для втирки нужно хорошее твердое покрытие, да, то есть укрепление. И хорошая подготовка, то есть обработка и закрепление, естественно, втирки. И тогда втирочка будет хорошо держаться, стоять никаких проблем не будет. Просушила, немножко заглинцевала. Покрою еще раз топом, чтобы если вдруг у меня чего-то не получилось, я могла спокойно это убрать. Просушу цвет, возьму вот этот большой бриллиант и пинцетиком приклеила. Для чего мне еще нужен был топ без липкого слоя? Для того, чтобы мне сейчас еще сделать втирочку. Шестой номер единорога. Я сушу топ 20 секунд. В лампе 48 ватт. Кисточка силиконовая. Сейчас единственное, что втирочку, которая у меня втерлась куда не надо, я ее постараюсь стереть. Всегда у меня под рукой лежит корректор для обыкновенного лака. Как я очищаю корректор? Просто беру его и вытираю салфеточку вот там. Пью-пью-пью. Все. Положила просушить. Втирку нужно сушить после того, как ватрем обязательно. Покрою топом. Сейчас буду показывать, как же это правильно называется, чтобы мне вас не обмануть. Я это называю литье. Литье без литья. Нам нужно сейчас все это дело зашлифовать. Я забафлю, чтобы у меня ничего не прилипало. Баф я взяла мягкий специально. Литье я делаю точно так же. Я перед литьем всегда бафлю. И я никогда потом не обезжириваю. То есть у меня ногтевая пластина остается вот такая прямо пыльная. Я чуть-чуть только подую на нее, чтобы сдуть лишнее. Беру гель. Пасту. Черного. Цвета. Тат-Нелл она без липкого слоя. Как раз то, что надо. Набираю на кисточку. И буду сейчас делать литье. Гель-пасту я ничем не могу заменить. По причине того, что она без липкого слоя. И она оставляет, как вы уже поняли, бортик. Это очень хорошо. Все, 20 секунд я просушила. Я взяла вот такую золотую кисточку. Если у вас лампа 36 ватт, то вам нужно все тестировать самим. Сначала беру просто пушистенькую кисточку. И вот так сильно не разносят. Просто вот так вот смахиваю лишнее. Вот так вот. Потом взяла свою силиконовую кисть, чтобы вот получилось как втирка. Да, у меня. Промыла ее, просушила. И начала вот так втирать. Вы можете любые тонкие линии так сделать. Любые. Они у вас всегда полностью покроются втирочкой. Всегда. Это очень легко. Вот так втерла. Не забываем все это дело просушить хорошенечко. Топом перекрываем обязательно. Топ я всегда даже для литья либо в два слоя использую. Либо использую, соответственно, топ, который подходит для втирок. Можно его в один слое. Например, топ вискоз. Если у вас распространилось здесь все, где вам не нравится, точно так же беру корректор. И вот так троливали. Дили-дили. И сейчас я перекрою топом без липкого слоя. А вот теперь я беру топ вискоз для объемных всех вот этих деталей, которые я хочу выделить. Потому что топ вискоз, он не имеет липкого слоя. Но он густой и хорошо держит форму. Сделала, просушила. Чем промывать кисть синтетику? Вы можете промыть ее обезжиривателем, либо однофазным гелем. Если у вас кисть из натурального ворса, то вы ее промываете только однофазным каким-нибудь гелем. Вот такой биллиантик. Смотрите, девочки. У меня есть розовенькая типсичка. Перед матовым топом нужно покрывать глянцевым. Нет, не покрывайте глянцевым, потому что он у вас просто может слезть. Возьму какой-нибудь цвет красивый. Фиоре, 104 номер. Два слойчика. Беру матовый топ, сейчас покрываю им. Перед этим матовый топ обязательно нужно перемешать. Потом покрыть ровненько, прямо на липкий слой гель-лаком. Кладу в лампу. Все матовые топы нужно хорошо сушить. У меня сан-2. Сушу 2 минуты. Давайте я возьму вот такую загогулину. Боже, какой он кайф, кайф, кайф. Я его готова прям гладить, гладить. Матовый топ у меня сейчас тат-нейл. Вот такой. Стразы на базу или топ? Можно на базу с акрильчиком, а можно на вот сейчас сик-клер. Будет у меня. Вот так поставлю точечку. Я вам советую макнуть в топ какой-нибудь погуще. И без липкого слоя. Начнем катать по катушке. Что нам нужно? Водичку нам нужно иметь рядом с собой обязательно. У меня вот водичка есть. И обезжириватель на всякий там случай. Вообще водичкой лепим. Взяла гелика. Это у них сейчас стрейч-паста называется. Я мочу кисточку в водичке. И все. Начинаю его распределять. Разжимать. Если я с пастой работаю, то просто водичкой. Поэтому я леплю. Можно лепить натуральной кистью. И не переживать ни за что. Далее я просто беру и начинаю выглаживать свой лепесток. Точно так же водичкой выглаживаю. Можно пока катаешь просушить. Можно не сушить. И вот тут творчество уже, девочки. Если делаете лепку на двух ручках, получается ли одинаковые цветочки? Ни в коем случае не делайте одинаковые цветочки. Ни в коем случае. Ни при каких обстоятельствах. Вы не штамповщик. Вы творческий человек. Мастер, который делает творческую работу. Она должна быть индивидуальной для каждого своя. Можно, в принципе, белым здесь и не делать, потому что все равно этого не видно. Но я вам все равно покажу тенюшку, как я оттеняю. Сейчас я бульонками украшу. И возьму какие-нибудь буль-буль-буль-бульоночки. Беленькие, а потом меленькие попробую. Я на очень густой гелик креплю. Они у меня никуда не смещаются. Вот этот вот Сык Клер. Либо вы можете, если, допустим, у вас этого нет, взять раббер-базу какую-нибудь и смешать с акриловой пудрочкой. Что даст вам просто густючее, что-то такое, от чего у вас ничего не будет смещаться. Я протру все-таки жидкостью для обезжиривания. На всякий случай. Потому что мне кажется, что они становятся еще более матовые, когда я так делаю. Мне кажется, очень миленько. Правда? Все, девочки, забацала. Вот такие вот красотульки. Лепим, делаем. Красотища! Я вас всех целую, обнимаю. С вами была Ирина Набок. Все, всем пока! Пока-пока!